Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в стенах магазина Склод, этого дворца скейтбордической культуры. Место, где можно найти все для катания на скейтбордических досках, на сноубордических досках и много-много всего другого интересного. Сегодня разговор будет опять не про скейты. Вы помните, ну и по мне видно, насколько я очень мощный скейтбордист. Поэтому сегодня поговорим про замечательный коллаб бренда Diamond Supply и фонда художника Жанна-Мишеля Баския. Поэтому не переключайте ваш YouTube-канал. Я думаю, имя Баския вам уже известно. Ну, может быть, кто-то из вас назвал его Баскет, Баскват или Бэкси. Разные слышал варианты названия этого человека, но так как все-таки происхождение у него частично французское, правильно все-таки его назвать Баския. Художник, который родился в 60-х годах в Нью-Йорке. В принципе, очень интересная судьба у него. И для меня этот художник, честно скажу, до сих пор во многом остается непонятен. Ну, правда, на мне Майкл с его картиной. Я до сих пор не осознал всей крутизны этого художника. Ну, просто постараемся понять, в какой кухне он варился. И, наверное, то, что его котировали многие другие яркие персонажи того времени, говорит о том, что человек действительно был неординарным. Началось все в Нью-Йорке, в районе Бруклин, где он родился в семье достаточно такой богемной, можно сказать. Не самый богатый, но далеко и не самый бедный. Паренек с самого детства имел серьезную страсть к рисованию. Считается, что очень большой историей, которая подвигла его на то, чтобы рисовать, была его травма в семь лет. Когда он играл на улице, его случайно сбил автомобиль. И когда он лежал в больнице, мама не нашла ничего лучше, как принести и подарить ему атлас по анатомии. Типа, на, сынок, смотри, что у тебя сломалось, что еще может сломаться. И он изучал вот эти все рисунки человеческого тела. Ему это было очень интересно, как раз с точки зрения, как они были написаны. Это вообще классический учебник по анатомии, Грейз Анатомия он называется. В честь него, кстати, потом и сериал один назвали про врачей. Но еще там вроде бы в начале прошлого века этот вот учебник был придуман и славился в том числе не только своими объяснениями, но и иллюстрациями. Посмотрев на иллюстрации, парень понял, что ему очень-очень нравится рисовать. И это, наверное, подтолкнуло его к тому, чтобы со временем его отдали в школу, где как раз учились многие художники. Многие говорили и назвали эту школу специальной, то есть не с художественным уклоном, а специальной школой для учеников, которые немножко тупенькие и поэтому не могут там нормально учиться другим предметам. А рисовать вроде как у них получается. Ну, скажем так, что действительно там собрались очень многие художники, которые потом стали знаменитыми. Помните, мы рассказывали про коллаб с Китом Харрингом? Так вот, Кит Харринг тоже там в этой школе учился. Ну и в целом, со временем Баски начал понимать, что ему прям очень-очень нравится рисовать. И давайте вспомним, что это как раз был вторая половина 70-х годов, как раз когда в Нью-Йорке формировались, наверное, первые граффити-команды, первые какие-то альтернативные такие вот художники. Ну и в целом, вся вот эта вот околобогемная тусовка конца 70-х годов, начала 80-х с Энди Ворхолом, с Мадонной, с симбиозом зарождающегося хип-хопа, панк-рока, какой-то другого вообще уличного искусства. В общем, это был прям такой настоящий бурлящий котел, куда стекались все самые неординарные личности, которые пытались себя показать. В том числе, это пытался делать и Баски. Кстати, тоже такой момент, к этому времени его отец с матерью разошлись, и он с сестрами остался жить вместе с отцом. А мама уехала в сумасшедший дом, куда регулярно попадала, временами из этой лечебницы выходила, пыталась принимать какое-то участие в воспитании ребенка. Но, в принципе, наверное, тоже это частично повлияло на мировоззрение молодого художника, который начал все больше интересоваться искусством граффити. Если мы отмотаем пленку, что называется, как раз на то время, 70-е, конец 70-х, то граффити тогда было совершенно другим. Тогда не было всех вот этих красочных баллонов. Тогда даже у ребят не было особо и денег, чтобы баллонами какие-то огромные картины рисовать. И, в принципе, граффити это было продолжение вот этого языка бродячих бездомных, которые оставляли какие-то знаки на поездах, какие-то знаки на стенах города, означающие, что, типа, здесь можно получить еду, здесь много полиции и тому подобное. Так и молодые граффитчики просто оставляли свое имя. Началось все, если я не ошибаюсь, с человека по именем Таки 183, который писал свое имя везде в метро. Потом, когда про него вышла заметка в одной из центральных газет, и заметка вышла с тем, чтобы порицать такое вот хобби, наоборот, оно стало все более популярным. Баске было не очень интересно просто писать свое имя, тем более оно действительно было очень сложное и длинное для написания, поэтому вместо своим другом Эл Диас, они вместе придумали такого персонажа, как Само. С-А-М-О. И везде писали какие-то небольшие, казавшиеся им умными и интересными фразы, типа, Само – это наместник бога на земле, слушайте только его. Или, что не делается, то все делается к лучшему вас и Само. В общем, много каких-то таких вот каламбуров, на которые тоже люди начали обращать внимание и тоже в какой-то момент даже про это напечатали заметку. Но, когда это стало популярным, Баске решает, что нет, ему уже хочется чего-то другого, начинает рисовать какие-то другие картины, активно занимается музыкой. Кстати, тоже такой интересный момент. Авторству Баске принадлежит обложка одной из самых дорогих пластинок в хип-хопе. Это совместная пластинка музыкантов Ромель Зи и Кей Бопа. Не помню, как она сейчас называется, но на картинке уже видно. И вот эту обложку написал Баске. Позднее Ромель Зи, тоже великий художник, музыкант, который и с Супримом совместные работы делал, и один из первых, кто был в футболках Суприм. Ну, в общем, тоже такой известный человек. И он позднее сказал, что Баске также и хотел зачитать на этом альбоме, и даже частично музыку написал. Но ребята сказали, что давай остаемся просто на картинке. Картинка крутая. И вот эта пластинка до сих пор является реально одной из самых дорогих в хип-хопе продаваемых, как, впрочем, и другие работы Баске. Одна из его картин, под названием «Безымянная», она была продана за сумму то ли в 100, то ли в 10 миллионов долларов. И на сегодняшний день считается, наверное, одной из самых дорогих картин современных художников. Когда ему был 21 год, с выставкой своих работ, ну, которые реально представляли себе вот такую вот живопись, он поехал в Германию в Кассель, в известную галерею, и стал там самым юным художником, который там выставлялся. Все это, вот такие вот яркие выставки, приглашение куда-то совмещалось с полу какой-то вот бомжовской, полубомжовским стилем жизни. И был момент, когда у него действительно вообще денег не было. И даже выставка, которая сделала его известным, которая называлась, типа, выставка Times Square, это была выставка, которая находилась не на самом Times Square, а в одном из заброшенных зданий East End в Нью-Йорке, где такие же, как он, тогда еще неизвестные художники, те же самые Донди, Кит Харинг и другие выставляли свои работы. Однажды Баски встретил в кафе Энди Уорхола, человека, который, наверное, был самым гламурным, самым популярным и самым экономически успешным художником, современным художником того времени, мастером поп-арта, и продал ему какую-то свою картинку, которую сделал сам и продавал как небольшие открытки. И после этого они подружились, и Энди Уорхол даже приглашал его, они сделали много совместных работ. Ну, потому что вы знаете, да, что Энди Уорхол, он все-таки такой мастер поп-апа, и у него картины достаточно понятные. С другой стороны, Баски это просто какой-то вот такой вот яркий взрыв, и когда они вместе собирались, получался очень интересный такой творческий кентавр. Вот, самая известная фотография Баски, она тоже принадлежит, кстати, авторству Энди Уорхола. Но, к сожалению, вот эта вот вся богемная жизнь, вот эта популярность, она не пошла Баски на пользу. И где-то уже с середины 80-х годов он начинает очень плотно сидеть на героине, и, ну, практически сгорает. То есть, кто-то говорит, что он просто какие-то безумные дозы уже к концу своей жизни употреблял, и в 88-м году, в возрасте 27 лет, этого молодого паренька не стало. После себя он оставил реально очень большое, ну, такое вот собрание картин, и если при жизни он их продавал действительно за какие-то копейки, первая его коммерчески успешная работа, которую он продал, это была картина, которая за 200 долларов, которые тогда для него казались просто безумными деньгами, он продал солистке тогда еще панк-группы Блонди. Кстати, в клипе Рэпчур, это тот самый первый клип, где Блонди пытались заигрывать с хип-хопом, изначально в роли диджея должен был выступать известный диджей Грандмастер Флэш, но он посчитал, что с какими-то белыми панками, не буду записываться, а Баски сказал с радостью, поэтому если вот этот клип найдете, посмотрите, вот этот вот яркий диджей, который там есть, это будет как раз тот самый Баски. Ну так вот, при жизни он не получал каких-то серьезных работ, серьезных денег и дивидендов за свои работы, но уже после того, как художника не стало, его картины начали жестко расти в цене. Если вы помните, не так давно в Москву приезжал как раз фонд Луи Виттона, и там в том числе были картины Баски. И до сих пор очень много брендов делают коллаборации. Понятное дело, что уже не самим художником, а как и в случае с Кит Харингом, с фондом, который продвигает как раз работу этого художника и обещает, что вся выручка пойдет на благое дело, хотя кто их проверяет. Так вот, эти коллабы, они регулярно выходят. Я помню, что из кроссовочных фирм самый первый, самый длинный партнер Баски, это был как раз Рибок. Очень много там всего такого выходило. По одежде это были все время разные. И с Униклоу у него были совместные коллекции, и еще с кем-то. И вот с Diamond Supply тоже вышла коллекция, которая, я думаю, что смотрится достаточно органично. Все-таки Diamond Supply, это тоже уличная культура, это тоже где-то панк-рок, это где-то хип-хоп, это где-то современное искусство, и где-то поп-арт. И как раз вот на смеси всего этого, как и Баски, они вместе работают. И его очень известные картины как раз нашли свое отражение на вот этой коллекции. Еще очень интересный момент, который обязательно хочу вам рассказать. Понятное дело, что полностью коллекции посмотрите на сайте, там она представлена шире всего. Но обратите внимание, какие там есть размеры. То есть все мы знаем, что у нас не так часто привозят большие размеры, но в этот раз даже 3XL, я специально взял такую супер широкую футболку, она есть в наличии. Поэтому, если вы очень большой человек или хотите себе что-то оверсайзное приобрести, обращайте внимание на эту коллекцию. И сразу же покажете себя знатоком как современного искусства, так и стиля, ну и немножечко скейтбординга. В общем, как и я, пускать пыль в глаза это наше все, друзья. С вами был Дмитрий Егоров, благодарю за внимание. Надеюсь, не слишком уж за... растянул рассказ, но этот художник действительно того достойный. Посмотрите его работы, приходите в сквот, покупайте эту одежду. До новых встреч, пока!